Приветствую вас! С вами я Анатолий, вы смотрите канал ДБГР Гарсман. И сегодня у нас внеочередной ролик, новостной ролик или ролик обсуждения последних событий в мире нашего любимого хобби. Как многие из вас уже, наверное, заметили, в последние две или три недели я остался достаточно-таки пассивным и не выпускал ни новостных роликов, ни роликов обсуждений разнообразных инфоповодов. А все потому, что я не хотел тратить свои силы на всю ту возню, которая происходит сейчас в сети по поводу Вархаммер Плюс и всех за и против данного сервиса. Что же поменялось сейчас, что я вот не пускаю этот самый ролик? А поменялось то, что наконец-то Вархаммер Плюс релизнули, он стал активен, на него возможно подписаться, а возможно и не подписаться, кто как хочет. Но тем не менее, стало куда более ясно, что же он из себя представляет, чем было ранее. На данный момент этот самый сервис разделил комьюнити Вархаммера на две половины. Первая половина радуется выходу данного сервиса и, в принципе, довольно практически всем, чтобы не выпустил Games Workshop. И вторая половина, которая всячески пытается держаться в стороне вот этого самого сервиса. Ну или более агрессивная часть этого самого комьюнити всячески нападает на людей, которые радуются этому самому онлайн-сервису. И всячески призывают бойкотировать сие творение Games Workshop и голосовать, так сказать, рублем. Я не могу вам привести точную цифру разделения этого самого комьюнити, но могу точно сказать, что в Reddit и в Facebook есть группы, которые, скажем так, не поддерживают данный онлайн-сервис и всячески выступают против его существования. Также часто и густо эта тема обсуждается и на других площадках и платформах. Более-менее четко я могу выразиться по поводу, скажем так, обстановки в комьюнити в странах бывшего советского лагеря или восточной Европы, если вам так будет угодно. Так вот, в этом сегменте комьюнити сформировалась четкая позиция, большинство выступает против этого сервиса и в большей степени считает его обычной доилкой для денег. Но все-таки давайте отрешимся от позиции за и против и попробуем рассудить здраво, что мы сейчас знаем об этом самом Warhammer+. Первое, что Games Workshop предприняло, это попыталось завлечь большую часть, скажем так, будущих подписчиков бесплатным днем, в который они опубликовали один бесплатный выпуск Hammer & Bolter. Это такая анимация, если что, Original Animation от Games Workshop. Как человек здравомыслящий, который интересуется данной вселенной и не любит платить лишние деньги, я, естественно, посмотрел данную анимацию. И она до сих пор доступна на некоторых сайтах, и вы можете сравнить эту самую анимацию с тем, что выпускают те же фанаты, которые делают собственные анимации по, скажем так, интеллектуальной собственности, принадлежащей Games Workshop. Так вот, мое мнение по поводу данного выпуска Hammer & Bolter, это просто какой-то ужас. Во-первых, сценарий, по моему мнению, написан каким-то дилетантом, дегенератом, который не понимает абсолютно ничего в Вархаммере, и в частности в Орках. Орки там представлены слишком очеловеченными, слишком похожими на людей, с похожими отношениями, с психотипом подобным человеческому, что, в принципе, полностью является абсолютной чушью. Потому что у них нету таких отношений. Орки это гиперагрессивные создания, которые по любому возможному поводу просто крепят друг друга по морде, а то и стреляются, а то и просто палками забивают. Они постоянно агрессивные, либо спят, либо жрут. И очеловечивать их это просто идиотизм. Но, тем не менее, в данном выпуске они показали нам каких-то подростков, что ли, орков, которых учит более старший орк о том, кто такой Себастьян Ярик. И ладно бы, я бы все это простил, если бы присутствовал сам Себастьян Ярик с более-менее внятным объяснением, кто он, что он, и что он умеет, и почему его так боятся орки. Но нет, всего этого, в принципе, там нету за 20 минут этой анимации. Там просто говорят, что это такой, эх, крутой засранец, который крутой, потому что крутой. И все это еще подмазано такой корявой, ужасной анимацией на уровне Я на коленке склепал за полчаса. Просто представьте себе, есть такое понятие, как анимация, в которую люди вкладывают, скажем так, передачу движения в рисунки. Если мы смотрим на Hammer & Bolter, первый выпуск, который в свободном доступе валяется, то мы видим просто раскадровку. То есть мы видим отдельные рисунки с этими самыми персонажами, которые немножко меняются по мере их смены. То есть самой плавности движения отсутствует, просто есть рывки какие-то непонятные, и это все, что передает динамику в данном мультике. То есть динамики там вообще нет, есть статичные картинки. Да, можно отметить отдельно классные задники, которые там спрайтами вставлены. Но все остальное это просто какой-то шлак. Но это лично мое мнение, если вы хотите более четко сложить свое собственное мнение, то приглашаю вас, посмотрите. Вы, конечно, просрете, скорее всего, 20 минут своей жизни, но тем не менее вы сможете потом здраво рассуждать и кому-то отстаивать свою личную позицию, аргументируя ее своим личным опытом. Также уже доступна подписка, и, собственно, весь контент, который для этих подписчиков предоставляется, уже слит в сеть. Вы все еще не увидите слитую анимацию, но тем не менее вы узнаете, что доступно на Warhammer+, а чего там нет. Так вот, из того, что доступно в первый день подписки, и, скорее всего, в ближайший месяц или в ближайшую неделю, не знаем, с каким, скажем так, темпом будет обновляться сей сервис и контент на нем, но тем не менее. У вас там есть несколько анимационных роликов, это Ангелы Смерти про Кровавых Ангелов и, собственно, Hammer and Bolter 3 выпуска. Также там доступны два трейлера, по-моему, по АОСу, Доминион, и, по-моему, по Килтиму. Два ролика по мастер-класс по Красу, по Крас Лица, по-моему. И еще вам доступно два батл-репорта по АОСу и по Warhammer 40.000. Ну и все остальное. Там вот это самый Warhammer World, на котором вы увидите PDF-ки разнообразных книжечек от Gathering Storm'а до White Dwarf'а. Также показали те самые приложения и как можно скостить цену за счет вот этой самой общей подписки. И все. Больше там контента нет. Естественно, вы можете подписаться, все это посмотреть и отписаться. Но в таком случае вы не получите ту самую лимитную миниатюру, которую вам обещают за подписку. Потому что вы ее получите только в случае, если вы подпишетесь на целый год и будете подписаны, не отписываясь на этот сервис, целый год. Каким образом вы получите эту миниатюру и когда, самое главное, никто не знает и никто не говорит. Итого за 59 долларов 99 центов вы получаете, как по мне, слишком мало контента годного и стоящего этих денег. И вообще под вопросом является тот факт, получите вы эту лимитную миниатюру или нет. А еще, буквально вчера стало известно, что подписчикам, которые оформляют эту самую подписку на целый год, достается еще и ваучер дополнительный на 10 фунтов стерлингов. Что как-то там переводится в доллары или в вашу местную валюту и вы сами можете посчитать, что вы за этот ваучер можете купить. Но как по мне, это ярчайший знак того, что по-моему с подпиской не все уж так и ладно и статистика у них не такая хорошая, как они планировали. И вот сейчас в комментариях можно, конечно же, написать, что Анатолий, контента станет больше через неделю или через месяц, это не важно. Нет, господа, это важно, потому что вам до сих пор не сказали, как часто будет обновляться этот контент. Вам только написали, что мастер-классы по покрасу будут выходить еженедельно. Но это абсолютно не значит, что все выпуски по всех, скажем так, направлениях данных шоу будут выходить еженедельно. Та же анимация, если честно, представлена Ангелами Смерти и тремя коряво нарисованными выпусками Hammer and Bolter, как по мне, слишком мало для того, чтобы релизнуть этот сервис. То есть вы на старте получите одну серию Ангелов Смерти, в которой, по сути, ничего не происходит, а некоторые, скажем так, люди, которые его смотрели, вообще отзываются о нем весьма, скажем так, нехорошо. Ну и те самые три выпуска Hammer and Bolter, это, скажем так, слишком мало. Вы посмотрите это все буквально за полдня. Что вы будете делать дальше с этим сервисом, ту самую неделю или тот же месяц, который вы будете сидеть и ждать нового контента, я не знаю. Итого, мы имеем сервис, на котором слишком мало контента для онлайн-просмотра, хотя бы неделю. И мы не знаем, как часто он будет обновляться, мы не знаем, в каком количестве будет поставляться контент на данную платформу. Мы не знаем, когда мы получим свои лимитные миниатюры, если мы подпишемся на этот, скажем так, сервис. Мы не знаем практически ничего о данном сервисе. Но знаю точно, что пока я не узнаю ничего конкретного о данном сервисе и о том, какой у него график обновлений, и это не убедит меня в его годности, я подписываться точно не буду. А теперь отдельным пунктом хотелось бы еще одну новость обсудить. Это, собственно, охота на ведьм, которую начала Games Workshop. Что я имею ввиду? Буквально на днях были закрыты несколько групп по 3D-принтингу вархаммеровских миниатюр. Одна из групп находилась на реддите, и это было 3D-принтинг вархаммер. Ну, это либо название, либо теги, по которым эта группа находилась. И, собственно, эта группа уже не первый раз, скажем так, публиковала отсканенные материалы. То есть брали оригинальные миниатюры от Games Workshop, сканили их, доводили. И публиковали. Соответственно, им за это прилетело. И тут, в принципе, ну, могу только сказать, что мозгами чуваки, походу, не думали. Остальные же группы находились на площадках Фейсбука. И у них были авторские миниатюры. Но, как посчитал Games Workshop, слишком похожие на их оригинальные миниатюры. И тут уже вопрос спорный. Понятно, что Фейсбук отреагировал и просто взял и сразу закрыл, скажем так, эти группы. Но, тем не менее, могу сказать, что здесь они могут еще выкарабкаться и вернуть себе свое. И еще я могу сказать, что одной из этих артелей авторских закрыли Patreon, где этот самый автор собирал деньги на разработку этих самых миниатюр. Вообще, этот инфоповод, эта новость, она не очень громкая. И я более чем уверен, что она прошла мимо большинства, скажем так, поклонников вселенной Вархаммера 40 тысяч. И мимо большей части комьюнити. Но, тем не менее, я считаю, что она достойна освещения, поскольку это первые звоночки. Это такое себе небольшое предупреждение для людей, которые объявили себя более-менее независимыми и начали 3D принтерить эти самые битсы для своих миниатюр или же целые миниатюры. Games Workshop вам просто в лицо говорит, что мы не то, что просто не будем допускать вас на свои ивенты с этими миниатюрами. Мы будем вас закрывать за эти миниатюры, если вы будете каким-то образом их за деньги распространять. Даже если это будут добровольные Patreon донаты, это все равно считается заработком денег на их интеллектуальную собственность. Даже если эти миниатюры разработаны лично вами и по образу и подобию миниатюр, которые разобрал Games Workshop, но хотя бы чуть-чуть напоминают ихнюю оригинальную продукцию, то Games Workshop будет вас давить. Но я сейчас не буду никаких революционных заявлений делать, не буду никого там сейчас призывать к какой-то борьбе или еще чему-либо. Не потому что я там кого-то там боюсь, какой-то там ГВ, просто потому что я не настолько крупный блогер, чтобы так переживать об этом. Но тем не менее я призву вас, люди, просто подумать головой. А то ли это Games Workshop, которое вам подарило ту самую любимую вселенную и ради которой вы готовы были покупать эти самые миниатюры и всячески поддерживать. Ну и в конце данного видео хотелось бы сделать такой себе импровизированный опрос по теме Warhammer+. Подписались ли вы, не подписались ли вы, будете ли вы подписываться или не будете подписываться. Ну и можно какой-то свой вариант, если у вас такой есть. Будет очень интересно посмотреть соотношение, скажем так, за и против. И не забывайте поставить лайк, подписаться на данный канал, дабы не пропустить выход нового видео. С вами был я, Анатолий. Вы смотрели канал ДБГР Гарсман. Покеда! Покеда! Субтитры создавал DimaTorzok